всем привет ребятами как всегда ваш канал дни системного администратора и сегодня решил показать вам как решить проблему с одной ошибкой и так эта ошибка естественно называется запуск этого устройства невозможен код 10 и очень часто жалуются на то что это случается с вай фай или же сетевым адаптер и естественно появляется желтый восклицательный знак для том что ребят это может быть как вай фай устройство может быть сетевым устройством также может быть другой любой периферии принципе этот код 10 может быть на любом устройстве это может быть как мышка видеокарта например может быть модем какой-нибудь юсб естественно когда он подключен к вашему компьютеру или же ноутбук и в этом видео мы постараемся разобраться как решить данную проблему дело в том что очень часто банально говорят что проблему решает естественно обычное обновление драйвера но естественно если у вас есть возможность подключить сетевой кабель и обновить ваш драйвер можно попробовать это сделать вы зайдете диспетчер устройств как видели на моем компьютере выбираем управление заходим диспетчер устройств открываем сетевые адаптеры выбираем тут модуль выбираем правой кнопкой мыши нажимаем обновить драйвер и выбираем автоматический поиск обновления драйверов если драйвер естественно обновиться то естественно возможно у вас проблема решится и все у вас будет хорошо также можно попробовать зайти в свойства перейти в драйвер и попробовать откатить бывает такое что например установился поверх драйвер и он например становился некорректно и вызывает данную ошибку если вы его откатите к предыдущей версии возможно проблема у вас решится и все будет хорошо но в некоторых случаях ребят конечно же бывает это все не помогает но может помочь то что например вам нужно полностью удалить данный например драйвер выбираете на нем правой кнопкой мыши нажимаете удалите убираете удалить программу драйверов для этого устройства нажимаете ok перезагружаете компьютер если у вас совместимость с операционной системой есть пример и есть например предустановленные драйвера то естественно система возможно автоматически подберет вам нужный драйвер и после перезагрузки его установит и проблема тем самым решится если же система у вас не подбирает то естественно вам нужно например по ID оборудованию заходим в свойства переходим в сведения выбираем ID оборудования вот получается по вот этим параметрам можно искать через поисковую систему Google и естественно скачать на другом каком-нибудь устройстве драйвера и попробовать установить можно также само зайти на официальный сайт и на официальном сайте будет лучше скачать конечно же оригинальные драйвер и попробовать установить также смотрите там есть разные версии можете попробовать разные версии для установки также ребят конечно же вы можете выбрать например тот драйвер который является с кодом ошибки 10 естественно убирайте свойства выбирайте драйвер убирайте обновить и можно попробовать выполнить поиск драйверов на этом компьютере выбираем драйверы списка уже установленных здесь должна стать гадочка только совместимые устройства и попробовать подобрать бывает такое что здесь два три например драйвера попробовать разные установить и нажать кнопочку далее и тем самым все это дело становится попробовать жить вот таким способом также конечно же нередко бывает то что когда например вы устанавливаете драйвера на вашу систему бывают драйвера чипсета некорректно установлены например и тогда получается когда вы установили неправильные драйвера на чипсет естественно система неправильно работает с вашим железом и естественно неправильно его определяет неправильно подбирает параметры также если бывает такая ошибка код 10 бывает такое что может быть конечно же проблемы в том что он адаптер у вас например сломался или же сетевой кабель например где-нибудь заломлен или например бывает такое что сетевая карта тоже сгорела также ребят бывает такое что например вы подключаете у меня было такое что когда я подключаю например принтер у меня получается когда устанавливаю драйвера вы их скальпила ошибка код 10 но у меня получается кабель был с одной стороны надломен получается и естественно драйвер некорректно вставал он неправильно определялся и он получается не мог работать и после того как я заменил естественно кабель у меня все драйвера установились и код 10 ошибка пропала вот таким способом это бывает так что если вы например все способы использовали ничего не помогает возможно то что у вас сетевая карта или же вай фай модуль сломался или например какое-нибудь другое устройство это тоже нельзя исключать ну и так же как же ну так же я вам сказал что это может быть из-за некорректных драйверов это от как чипсета может быть так и до установки основного драйвера на какое-нибудь устройство вот в принципе на данном этапе я завершу данное видео если оно вам будет полезно делитесь с друзьями пишите свои комментарии с вами был канал не системного администратора не ломайте свои компьютеры удачи вам